Всем привет! Смотрите как исправить сетевую ошибку с данным кодом в операционной системе Windows 11. Ошибка со следующим кодом довольно распространенная и возникает у пользователей компьютеров с операционной системой Windows 11 в различных ситуациях. Она встречается при подключении по сети, при попытке войти в учетную запись Microsoft Store, также может возникать при использовании программ из магазина Windows, настройке подключения к интернету и его отсутствии, медленной скорости и других проблемах с доступом к глобальной сети. Еще данная проблема может быть вызвана неисправным сетевым устройством, неправильной конфигурацией TCP IP, ненадежными сетевыми драйверами, использованием локальной учетной записи пользователя и т.д. Далее в видео мы разберем, как избавиться от данной ошибки в том или ином случае. Первое, что следует проверить при возникновении ошибки, это интернет-подключение. Одной из наиболее распространенных причин проблем с сетью на ПК с Windows 11 являются неактивные, медленные или проблемные подключения к сети интернет. Для начала проверьте скорость и подключение к интернету. Для проверки скорости в сети есть множество онлайн-сервисов. Запустите любой удобный и проверьте скорость интернета. Заодно вы увидите подключены ли вы к глобальной сети. Если результат теста скорости плохой или подключения отсутствует, проверьте работу вашего роутера и перезагрузите его. Это может помочь решить проблему. После возобновления сетевого подключения проверьте его скорость повторно. Убедившись, что проблема подключения решена, проверьте наличие ошибки. Если у вас по-прежнему возникают проблемы с интернетом, вам следует связаться со своим интернет-провайдером и сообщить о проблеме. В том случае, если скорость интернет-соединения хорошая, а сетевое соединение стабильно, но ошибка не исчезла, попробуйте другие методы. На время отсутствия интернета при постоянном выскакивающем окне с ошибкой попробуйте на время отключить сетевой адаптер. Но затем не забудьте включить его заново. Для того, чтобы отключить сетевой адаптер, откройте Пуск – Параметры – Сети интернет – Дополнительные сетевые параметры – Дополнительные параметры адаптера. В открывшемся окне кликните по сетевому адаптеру правой кнопкой мыши и нажмите Отключить. Теперь при работе за ПК ошибка должна исчезнуть. Это в том случае, если при работе вы не пользуетесь сетевыми ресурсами. Для включения снова кликните правой кнопкой мыши по адаптеру и выберите Включить. При возникновении ошибки подключения по сети к другому ПК измените настройки сетевого адаптера. Кликните по значку сетевого соединения в область уведомлений правой кнопкой мыши и откройте Параметры сети и интернета. Дополнительные сетевые параметры – Дополнительные параметры сетевого адаптера. Далее в открывшемся окне нажмите правой кнопкой мыши по сети, которую вы используете в данный момент и откройте Свойства. Перезагрузите систему и проверьте наличие ошибки. Если предыдущие настройки были безрезультатными, сделайте сброс TCPIP. TCPIP – это набор правил, позволяющих компьютерам взаимодействовать в сети. Поэтому если что-то не так с настройками TCPIP, может возникнуть ошибка. Для сброса запустите командную строку от имени администратора и выполните по порядку следующие команды. Перезагрузите систему для того чтобы изменения вступили в силу. Если предыдущие способы не помогли, переустановите сетевой адаптер. Кликните правой кнопкой мыши по пуску и запустите диспетчер устройств. Разверните вкладку Вид и выберите Показать скрытые устройства. Затем откройте раздел Сетевые адаптеры. Кликните по адаптеру правой кнопкой мыши и выберите Удалить устройство. Удалить. Удалите все устройства, после чего перезагрузите компьютер. В результате система автоматически переустановит все сетевые адаптеры и ошибка должна исчезнуть. Следующее, что рекомендуется сделать при наличии данной ошибки запустить средства Устранение неполадок сети. Так как в ошибке говорится, что проблема вызвана проблемой сетью, запустите инструмент Исправление. Для запуска откройте Параметры Система Устранение неполадок Другие средства Устранение неполадок В списке найдите Сетевой адаптер и запустите поиск проблем. Далее для диагностики выберите из представленного списка нужный адаптер и нажмите Далее. Дождитесь окончания проверки сети, после утилита выведите на экран все найденные проблемы. В зависимости от результатов нажмите Применить это исправление или закройте средства Устранение неполадок. В том случае, если проблема не в сети, а ошибка возникает при использовании магазина Windows или запуске программ из Microsoft Store, попробуйте войти под другой учетной записью. Если вы используете локальную учетную запись, войдите в свою учетную запись Microsoft и проверьте удалось ли вам избавиться от ошибки. Для этого откройте Пуск Параметры Учетные записи Ваши данные Войти с учетной записью Microsoft Далее следуйте инструкциям на экране, чтобы войти. Если окно с ошибкой по-прежнему появляется на экране, запустите средства Устранение неполадок магазина Windows. Этот инструмент выполнить поиск ошибок, которые могут мешать правильной работе Microsoft Store. При обнаружении проблем вы сможете их исправить. Здесь найдите приложение из магазина Windows и кликните по кнопке Запуск для поиска проблем. По завершению сканирования утилита выведет на экран обнаруженные проблемы. Нажмите «Применить исправление» или «Закрыть средства». Таким образом вы можете исправить ошибки с магазином и приложениями от Microsoft. Ошибка с данным кодом также может быть вызвана сбоем учетной записи пользователя. Для проверки в этом ли причина ошибки переключитесь на другую учетную запись пользователя и посмотрите появилась ли ошибка снова. Если у вас нет отдельной учетной записи вы можете ее создать. Но прежде чем создавать новую учетную запись попробуйте восстановить существующую с помощью утилит SFC и DISM. Откройте командную строку от имени администратора и выполните команду SFC SCANAL. Утилита проверит систему и устранит различные ошибки. При обнаружении каких-либо ошибок они будут исправлены автоматически. Если проблем не было обнаружено введите по порядку следующие команды. Проверьте запускаются ли приложения после завершения сканирования. После перезагрузки системы все должно вернуться в рабочее состояние. Для добавления новой учетной записи откройте параметры учетные записи, семья и другие пользователи. Здесь в разделе «Другие пользователи» кликните по кнопке «Добавить учетную запись». Задайте имя, пароль и нажмите «Далее». После чего новая учетная запись появится в этом списке. После создания новой учетной записи войдите в систему и посмотрите решена ли проблема. Исправить ошибку связанную с Microsoft Store вы можете с помощью функции восстановления и сброса в самом приложении, так как это может быть связано с повреждением или ошибкой самой утилиты. Попробуйте восстановить и сбросить приложение. Для восстановления приложения откройте «Параметры», «Приложения», «Приложения и возможности». Здесь найдите Microsoft Store. Кликните по трем точкам и откройте «Дополнительные параметры». Далее пролистав страницу вниз нажмите кнопку «Завершить». А затем «Исправить». Дождитесь окончания процесса и проверьте наличие ошибки. Если ошибка не исчезла выполните сброс. Для этого в дополнительных параметрах кликните по кнопке «Сброс». И еще раз для подтверждения. При сбросе приложения вы потеряете все сохраненные данные этого приложения, такие как данные входа и так далее. Помимо всего прочего ошибку может исправить очистка кэша приложения. Очистка кэша магазина Windows также является хорошей идеей, так как она удалит любые повреждения, которые могут вызывать это сообщение об ошибке. Для запуска очистки запустите командную строку от имени администратора. Здесь введите VS Reset и нажмите Enter. После очистки автоматически запустится Microsoft Store. Если все предыдущие настройки и исправления не помогли, попробуйте перерегистрировать приложение в Microsoft Store. Данное решение также может помочь избавиться от ошибок приложения. Используя данный метод вы не потеряете никаких данных. Перерегистрацию будем проводить с помощью Windows PowerShell. Для запуска программы кликните по значку «Пуск» правой кнопкой мыши и выберите из списка «Terminal Windows Administrator». Чтобы перерегистрировать Microsoft Store для текущих пользователей введите такую команду. Чтобы перерегистрировать его для всех пользователей выполните следующую команду. После выполнения команды перезагрузите компьютер и проверьте наличие ошибки. Microsoft Store Windows 11 содержит небольшую коллекцию приложений и сервисов, которые на самом деле полезны. В первую очередь это Game Pass и приложение Xbox, в остальном он практически бесполезен. Microsoft настаивает на его использовании для целого ряда различных вещей, что очень раздражает, потому как он подвержен множеству проблем, включая очень распространенную ошибку с данным кодом. Теперь при возникновении такой ошибки вы знаете как ее решить. Постепенно и следуя шагам данной видеоинструкции вы с легкостью сможете исправить сетевую ошибку. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok